А я не знаю. А мы что, не объявили, что надо переставить, да? Правильно. 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 Сейчас, сейчас, вы не будете говорить, когда вы послали. Очень хорошо. Что? Вы не скажете, когда на новую картинку придется. О, хорошо. Глава смысла. Через 600 ежедневник. Вы Musете видеть с Cru. Спасибо. Спасибо. Вопрос о том, как и когда возникает наименование, которое мы знаем в русском языке в форме пруссы, но довольно близкой к тому, как это в разных других языках. Вопрос об этом много раз ставился, в частности, Валерий Николаевич Топоров, и краткая сумма этого есть в книге Дини о балтийских языках, которую вы все знаете. Топоров, в частности, указывал на то, что есть некоторое свидетельство бытования какой-то похожей формы в древних текстах на разных языках. В том, что я дальше скажу, я, разумеется, не буду предполагать, что обязательно… Да, я извиняюсь и сейчас только скажу. Я начал говорить «доклад». Я не хочу, конечно, предполагать, что я вам укажу сразу на место, где реально исторические пруссы или их непосредственные языковые предки обитали, но мы знаем, что этнонимы имеют свою сложную судьбу. Достаточно напомнить, что «wells» и, соответственно, название валийского языка и название «валахов» безусловно, как-то связано, мы об этом писали с Владимиром Николаевичем, это вообще известно, то есть этнонимы переходят от одной группы к другой, достаточно сложный закон, тем не менее полезно этим заниматься и можно выявить некоторые возможные сходства, и в этом плане я и прошу понять то, что я буду говорить. Итак, я буду рассматривать некоторые данные, которые относятся к городу, первоначально также и к княжеству древней Анатолия третьего и второго, раннего второго тысячелетия до нашей эры, можно посмотреть на эту карту, значит, мы думаем, что современное место, которое вы видите на этой карте, которое называется Аджем-Кююк на территории Турции, ну вот в центре Анатолия, Аджем-Кююк соответствует тому, что в древних текстах называется Пурусхан. Это почти установлено, но всё-таки окончательно нуждается ещё в некотором подкреплении, но по-видимому это так. Значит, это место, которое много лет уже раскапывается турецкими археологами, и там довольно много интересного нашли, можно следующий слайд. Ну вот слева не очень большой величины фотография этих раскопок, где найдены некоторые тексты, о которых я скажу, и довольно интересная одна из многих интересных находок, связанных с тем, что это место, где как бы перекрещиваются разные торговые пути, в частности связывающие с Египтом, и это какое-то анатолийское подобие сфинкса, сфинги, женщина с какими-то элементами образа сфинкса. Ну вот в такой форме, по-видимому, это какой-то анатолийский вариант. Происхождение этого конкретного изображения сложное, поскольку оно не найдено прямо вот в таком археологически достоверном слое, но, по-видимому, это Пурусханда немножко более позднего времени. Теперь я хочу несколько слов сказать о самом этом древнем названии, почему, собственно, я обращаю на него ваше внимание, по разным причинам. Но прежде всего потому, что Пурусханда делятся на две части, и вторая часть вполне понятна и удостоверяет индоевропейский характер, хотя бы последняя часть, ну, так для желающих могу сказать, индоевропейские, даже более древние, чем индоевропейские. Значит, эта ханда, как вторая половина, происходит от древней формы Вильямам-Падижана А, одним из возможных местных значений. Основы ханд, которую можно интерпретировать как релятивное имя существительное, но если пользоваться вот терминологией Филмора и его case for case и последующих работ, значит, существует некоторый класс имён существительных, которые в древних нам известных текстах обычно выступают как существительное, а позднее могут дать основу для предлогов и послелогов. И вот это хант мы знаем в хетском языке, в древнихетском это ещё вполне имя существительное, а позднее мы знаем много падежей, соответствующих латинскому анте, греческому анте и так далее. И в хетском мы находим подтверждение, давно высказанная этимология, по которой это название части головы, лба обычно. У хетов были такие боги или демоны, как в шаманинских культах, связанные с болезнями отдельных частей тела. И вот, если болит голова, имейте в виду, практически всем может быть полезно, если болит голова, то нужно обращаться к демону, который по-хетски назывался ханта Сепа. Сепа по этимологии Чопа – это особо. Персонифицированный образ лба. Значит, имейте в виду, что это самый надёжный способ лечения головной боли, но на самом деле это довольно трудно вылечить, потому что, если у вас болит голова, на самом деле, вероятно, этот демон разгневан, потому что других богов и демонов пригласили на такой всеобщий пир, а его забыли пригласить. Обычно поэтому болит голова, то есть нужно извиниться перед ним за совершенное такое злодеяние. Но то, что это слово было обозначением лба или какой-то части лица, подтверждается разного рода этимологиями, в том числе настратическими и даже предностратическими соответствия есть во фразиатских языках, и тогда его, кстати, в древнеегипетском. Именно соответствие не служебному слову, а слову со значением части тела. Теперь, что касается хетского языка. В нём сложение с этим конечным хан, известным уже в древнеегипетском языке, в частности, в том самом тексте цариониты, в самом раннем из датируемых, известных нам текстов, ну, приблизительно, как мы сейчас думаем, 17 века, там всё-таки споры идут о хронологии, но где-то всё-таки в первой половине второго тысячелетия, скорее всего, 18 века. Есть формы типа «менна ханда», «мен» – это название лица, тоже индоевропейского, «а» – соединительное, гласное, «ханд» – вот это самое слово. Значит, «пурус ханда» построено точно так же, как «менна ханда». «менна ханда» – это «in front of», да, перед чем-то. «Пурус ханда» – это сложное слово вот такого же типа, без соединительного гласного, поэтому по форме словосложения ближе к, собственно, хетским именам, которые мы знаем в большом количестве такого типа в древнехетском языке. Ну и поэтому возникает вопрос, что если «пурус ханда» это вот слово с этим значением, то, скорее всего, это нечто, что связано с обитанием вот какой-то группы лиц, которая называлась «пурус». Теперь, что мы знаем, что мы знаем об этом городе или княжестве? Сейчас мы знаем удивительно много. Существует целая литература древняя, клинописная, преимущественно на Акадском, Осиро-Вавилонском в разных его вариантах, но кроме того и в переводах. Например, есть начало хетского перевода, но не только хетского. Хетского понятно, поскольку речь идёт в том, что я сейчас скажу, о древней Малой Азии. Значит, литература эта касается царя Саргона. Я думаю, что это вообще очень интересная проблема для сравнительного литературы в Вене. Недавно вот эти все найденные тексты и проанализированные они показывают, что Саргон был такой любимый автор большого числа эпических сочинений, действия которых происходят в период жизни Саргона, то есть в третьем тысячелетии до н.э. Большинство известных нам текстов дошло до нас от второго тысячелетия. Но там есть такие интересные вещи, как недавно найденный текст пародии на старой ассирийском языке, пародия на описание подвигов Саргона, пародия имела хождение у старой ассирийских купцов, купцов из Ассирии. Старо в смысле, что они пользовались старой ассирийским языком. Это начиная с 19 века до нашей эры, то есть вот четыре тысячи лет назад купцы наслаждались, смеясь над пародией, на тексты о подвигах Саргона. Тексты были уже хорошо известны. Известны по всему Древнему Востоку, потому что в Эль-Амарне, или иначе в Ахет-Атене, в столице солнца поклонника Эхнатона, найдено начало отрывка одного из многочисленных текстов. Есть ассирийские и многие другие тексты. И сейчас они все более или менее восстановлены. Есть специальные книги, многочисленные на эту тему, самые последние годы. Оказывается, в центре всей этой литературы именно Борус Ханда. Борус Ханда оказывается самое мощное государство, которое соперничало с Ассирией. Саргон шёл по ходам, при том, что армия его не хотела идти, а он шёл по замечательной, интересной причине. Купцы из Борус Ханда ему жаловались, что им там плохо живётся. И он имел некоторые столкновения, такое идеологическое, с царём Борус Ханда, имя которого, к сожалению, запутано по этимологии. Похоже, что вторая половина – это слово, которое по нашим новейшим изысканиям всё-таки скорее, так думал и покойный старостин, я думаю, что он был прав, скорее всего, индоевропейское заимствование в западносемитском. Но всё-таки оно есть и в западносемитском, и в индоевропейском. Это Даган в смысле земля, греческая – хтон. Это вторая половина не совсем понятного имени Нур-Даган или Нур-Дагал или Нур-Даххи. Разные варианты. Так или иначе, вот этот царь Борус Ханда был уверен в абсолютном своём могуществе, в крайнем богатстве и вообще сказочности города, до которого долго добираться. И там есть одна очень интересная подробность о сирийском тексте. Подробность касается пути до Борус Ханда. Надо примерно неделю идти, трудная дорога. Это армия, говорит Саргону, не желая подчиниться его приказу, он с трудом их уговаривает идти. Нужно идти от города Хасу. А город Хасу точно имеет индоевропейское название. Хасу – хецкая царь – это основа древнеиндийского асура и иранского хура и так далее. И отсюда ас, как название богов в древнеисландском. То есть это индоевропейское название повелителя бога и так далее. И это слово, как название города известно и потом древнехетский период. Значит, складывается представление, что по направлению к Анатолию в третьем тысячелетии существовала группа городов с индоевропейскими названиями, как это Хасу. Хасу упоминается также в Эбле. То есть не меньше, чем в середине третьего тысячелетия уже было известно. То есть если принять идею, которую я с конкретностью пытался отстоять в нашей книге, в некоторых статьях, если принять идею, что индоевропейцы обитали на Древнем Востоке, то вот довольно долго до третьего тысячелетия сохранялась некоторая группа индоевропейцев близко относительно к центру Анатолия и дальше вот в сторону Ассирии, которые жили в таких городах, как Хасу и Пурусханда. Пурусханда в этой эпопеи, которая до нас дошла в поздних искаженных формах, очень важный город, роскошный, со множеством драгоценностей. Тем не менее, Саргону удается победить. И это главное содержание вот этой эпопеи, о которой мы знаем по позднейшим откликам. А также была следующая эпопея, где описывалось восстание местных городов против покоривших их ассирийцев. То есть есть вот целая литература. Она до нас не дошла. Возможно, что она хранится в земле, в этих самых городах. Последние годы очень много интересного исследовано. И раскопано вот то, что вы видите на левой стороне этой таблички. Раскопано довольно много в Пурусханде. Там был большой холм, который скрывает древнее поселение. И нижняя часть, где, видимо, более позднее население. Но удивительные даты. Значит, основные сведения сейчас получены благодаря дендрохронологии. Значит, исследуют кольца в стволах растений. Ну, в частности, древовидный можжевельник оказывается очень важным. Исследованная история Пурусханда с этой точки зрения примерно с начала 3000 лет до нашей эры. То есть город вот в этом его величине существовал больше тысячи лет. И был еще очень важным к концу всего этого периода. Что мы видим по некоторым следующим данным? Значит, вот это очень интересное свидетельство того, как устраивались дома в этих поселениях. Значит, это модель дома, но в виде чаши из слоновой кости. Следующий, пожалуйста. Я приведу некоторые отрывки из древнейшей хетской надписи царя Аниты. Я предполагаю, что в ней есть скрытый такой литературный смысл. То есть в ней есть как бы отсылка к тому месту в эпосе о Саргоне, где Саргон обсуждает с царем Пурусханда, вот с этим Нур-Даганом сопоставительную значимость его и своей власти. И в том тексте, который вот здесь я для вас написал, есть почти цитаты из этого старого эпоса. То есть такое впечатление, что хетские писцы, которые сочиняли для царя Анита эту надпись, они знали текст Саргона, где сказано, что Пурусханда – это важнейший город, и поэтому Саргон вообще доволен, что он может с царем этого города обсуждать, кто из них главнее. И вот этот вопрос ставится и в конце надписи Аниты. Тут говорится, что Анита привёл вот этого человека Пурусханда, то есть принца Пурусханда. И дальше говорится о том, что этот принц входит во внутренние, то есть его допускают во внутренние покои, что означает, по-видимому, тронный зал. Следующий, пожалуйста. И дальше говорится, что в этом тронном зале он будет сидеть справа от царя Анита. То есть оказывается, что вот в этой ситуации в Древней Малой Азии, самое начало второго тысячелетия, значит, больше, чем три с половиной тысячи лет назад, главный царь – это тот, который царь Неса, Канеса, город, положил начало и название языка, на котором всё это написано, город Канеса или Неса, язык назывался Носийский. Но на этом языке написан текст, где сказано, что следующий по рангу будет правитель Пурусханда. То есть роль Пурусханда как такого существенного места обитания сохранялась больше тысячи лет, по-видимому, если верить всем вот этим современным дендрохронологическим и другим датировкам. Значит, что мы можем думать? Кроме Пурусханда есть ещё несколько топонимов. Я намеренно не привожу их сегодня просто потому, что это был очень длинный доклад. Получился бы на несколько топонимов, которые очень похожи на балтийские топонимы, специфически балтийские топонимы на территории Малой Азии. Конечно, можно было бы сказать, что это как бы продолжение балтобалканских параллелей этого рода, которые в большом количестве установили топоров и дуриданов. Но здесь важно то, что это очень большая древность, большая глубина. Значит, мы всё-таки можем думать, что это этнонимическое обозначение в какой-то группе индоевропейцев было уже вот так давно. То есть, если это начало третьего тысячелетия, то это приблизительно тысяча с небольшим лет после распада индоевропейского единства уже без Анатолия. То есть, того единства, куда могли входить тахарские языки. При последовательном выделении, скорее всего, по лексико-статистике, выделялись после анатолийских языков тахарские, потом кельтские, но все остальные оставались вместе. И к этому времени может относиться существование некоторой группы, к которой могло прилагаться это этнонимическое обозначение Курус. Как рано это обозначение стало соотноситься именно с какой-то западной, как мы теперь говорим, частью пробалтийского языкового состояния, это вопрос сложный, поскольку всё-таки от существования пробалтийского, как отдельного диалекта, нас ещё здесь отделяет больше тысячи лет. Так что мы для этого времени не можем быть уверены в том, что внутри континома ранних диалектов пробалтийский мог уже выделяться. Но теоретически всё-таки возможно, что была дальше приёмственность самого этого названия. Но другой очень сложный вопрос относительно вероятной этимологии, в какой степени это соотносимо с как бы созвучными словами, скажем, в индоиранских языках, со значениями человека и так далее, я сегодня не буду разбирать, потому что вполне может быть, ведь и так, что это древний этноним, который как этноним должен быть реконструирован отдельно. Ну вот это то, что я сегодня хотел изложить. Спасибо. Спасибо большое за ваш доклад, Вячеслав Всеволодович. Я лично многому из него научился, в особенности мне понравилась ваша идея о том, что действительно надо выделять Ханда во второй части. В противовес тому, о чём я писал в своей диссертации, я думал, что это топоним на Анда. Не знаю, успею ли я это уже изменить в книге, но постараюсь. У меня, однако, есть несколько замечаний, которые не имеют прямого отношения к предлагаемой этимологии, а скорее имеют отношение к истории Парус-Анды. Во-первых, идентификация с городищем Аджемпююк, которая, разумеется, является традиционной гипотезой к сегодняшнему дню, была подвергнута очень серьёзным и, с моей точки зрения, обоснованным сомнением в недавней диссертации датского учёного Гойко Барьяновича, ученика Монс Тролли Ларса. Он провёл фронтальный анализ доступных старо-ассирийских документов, которые дают нам представление об относительной географии Анатолии, дни пути от одного города до другой и так далее. И пришёл к выводу, чисто статистическому, на основании нескольких независимых источников, что Пурус-Ханда старо-ассирийского времени должна находиться где-то на 200 километров западнее городища Аджемгурюк, то есть в терминах абсолютной географии на самом западном краю плато Конья, уже на водоразделе с долинами рек, впадающих в Эгейское море. И если это так, то сложно привлекать археологические данные из Аджемгурюка для определения истории Пурус-Ханда. И второе замечание касается ситуации с саргоновским мифом. Интересно, что во всех аккадских текстах, которые заведомо предшествуют хетскому периоду, где упоминается экспедиция саргонова Анатолия, город Пурус-Ханда там не упоминается. В частности, она не упоминается в двух основных оригинальных аккадских текстах, и она не упоминается в старо-сирийской пародии. Первый текст, где упоминается Пурус-Ханда, это так называемое письмо из Ура, где буквально на двух строчках говорится о том, что саргон участвовал в экспедиции против Пурус-Ханда. Письмо само посвящено совсем другой теме. Оно не датировано, потому что найдено вне контекста. Датировать его можно только по дуктусу. Дуктус поздне-старо-вавилонский, то есть, возможно, оно уже было написано после письма Аниты. Если считать письмо Аниты древнейшим документом, где упоминается Курус-Ханда, вполне можно предположить, что Анита намеренно использовал саргоновскую традицию и заставил саргона воевать против его собственных врагов. Как мы знаем, Анита принимал участие в экспедиции против Пурус-Ханда, после чего царь Пурус-Ханда был приведен в его столицу, и его посадили по правую руку от Аниты в качестве второго парада. И последнее, или, может быть, мне уже предоставить другим участникам? Вы знаете, это всё довольно сложные вопросы, потому что в самых последних специальных исследованиях относительно этого цикла царей Аккада всё же выстраивается некоторая другая хронология текстов и Пурус-Ханда в этих текстах, как будто не посторонний элемент. Но поскольку это отдельная проблема, я сейчас подробно касаться не буду. Но, во всяком случае, это неясный вопрос. Я думаю, что с определённостью нельзя... Дело в том, что все тексты, о которых сейчас идёт речь, они явно вторичны по отношению к первичному. То есть, насколько мы можем разными документами пользоваться для реконструкции... Значит, тот текст, о котором идёт речь, мы реконструируем. Насколько в реконструированный текст входит Пурус-Ханда, здесь ассериологи последних лет расходятся друг с другом. Я имею в виду самую новую публикацию 2007 года и так далее. Целые книги недавно вышли ведь на эту тему. И там излагается такая точка зрения, по которой всё-таки в первоначальное ядро входит это представление. Что касается отождествления археологическом, я обсуждал эти вопросы с археологами, которые именно занимаются дендро-хронологией. У них ведь есть свои соображения. Соображения, касающиеся относительного расположения городов в древних текстах, как правило, дают противоречивые результаты. Так что здесь у меня нет уверенности. Я скорее склонен в таких вопросах доверять больше археологам, чем филологам, которые... Археологи, я имею в виду дендро-хронологов, которые работают над хронологией можжевельника в той области, которую они считают Пурус-Хандой. Их данные, мне кажется, довольно серьёзные. А что касается того, как соотносится это с филологическими изучениями, вы понимаете, ведь большинство филологов не понимают, как устроена географическая карта. Поэтому я, честно говоря, очень всегда сомневаюсь, когда читаю исследования по древней географии. Они как-то производят иногда странное впечатление. Так что я в этом смысле пока... Ну, спасибо вам за замечание, но я не уверен в том, что вопрос решён. Спасибо. Я прогласен. Я просто хотел указать на дополнительные истории. Мы из регламента должны продолжить. И я прошу профессора Петра Ульгерто Дини вся от слова. Вот это актуальное состояние и перспективное филологическое исследование. Я счастлив, что я нахожусь здесь сегодня в этот торжественный момент и выражаю глубокую благодарность за возможность участвовать в этом историческом событии. Наша общая Балтицитас получает своё новое выражение и поддержку в России. И это повод для радости всего сообщества бальтистов. И у меня тоже есть маленький символический подарок для библиотеки Центра Балтиславистов. Я хотел бы предложить доклад на тему актуальной состояния и перспективы протеинистических исследований. Думаю, что не будет ни преувеличением, ни необоснованным шагом утверждение, что исследования в области протеинистики были одними из самых живых и динамичных в международной Балтистике на протяжении последнего четверти века. Такое утверждение будет звучать более убедительно, если иметь в виду пропорциональные данные относительно других больших балтийских традиций литовской и латышкой. Дело в том, что, несмотря на известную скудность дошедших до нас прусских данных, эта область исследования притягивала к себе внимание многих ученых из разных стран и школ. Что, кстати говоря, можно легко констатировать перелистивая ежегодная балтистическая библиография, которая последовательно специализирована в научных журналах, таких как лингвистика Балтика, Резбалтика или библиография лингистик. Я полагаю, что такое удачное положение вещей побеждает предварительному подведению итогов и позволяет представить некоторые размышления. Кроме того, оно преподлагает вопрос о тех направлениях развития, протеинистику и о том, как нужно вести исследования в будущее. Однако, прежде чем углубиться в этот вопрос, кратко изложу то основное, что характеризовало развитие этой дисциплины в недавнем прошлом. Вероятнее, кульминационной точкой развития протеинистики в последние десятилетия является противопоставление двух школ мысли, казающихся сущностей прусских языковых памятников. На основе пруссу-колбос-паминкли-мажулиса протеинистический мир разделился в отношении интерпретации текстов. С одной стороны, речь идет о позиции тех, кто предпочитает интерпретировать фонологически русские тексты, осторожно вводя инновационные элементы, однако оставаясь в главном верными Траутману. С другой стороны, существует позиция ученых, которые почувствовали необходимость вернуться к анализу оригиналов и внести поправки в тексты. По их мнению, прусская ортография следует немецкой. Важные выводы заключались в том, что интерлингвистическое взаимодействие, особенно между средненемецким и прусским, оставило значительные следы в дошедших текстах, настолько, что многие формы, на которых было основано суждение об архаичности прусского, уже не казались столь архаическими после графического и фонетического анализа и после систематического исправления ошибок. Это может показаться дежавю, поскольку очень напоминает полемику, которая веком раньше, в начале XX века, противопоставила сторонников и противников Абельявила. Однако с сегодняшней точки зрения и с определенной историографической дистанции необходимо сказать, что такое сравнение только казущееся и, следовательно, ошибочное. В действительности речь не идет о выборе методологии. На самом деле сравнению подверглись две различные концепции характера языка, зафиксированные в этих текстах. С одной стороны, он считается языком, содержащим значительные архаические черты, более чем литовские. С другой же, он воспринимается как точка лингвистической интерференции, особенно с средненемецким, на всех уровнях грамматики, а также результатом типографической традиции, которая часто исказала истинный облик. Само собой разумеется, что сторонники первой точки зрения являются также убежденными защитниками необходимости сохранять максимальную приближенность к букве текста, в то время как их противники с большей легкостью будут замечать феномен типичный для языков, находящихся в контакте. Разумеется, я хотел бы уточнить, что этой КРЛ исчерпывается протеонистическое, не исчерпывается протеонистическое исследование 20 века, однако вряд ли можно отрицать, что именно она в какой-то мере привлекла к себе внимание всех протеонистов. К счастью, в минувшем веке необходимо отметить еще и публикацию важных грамматик прусского, этимологических словарей, ряда статей других авторов и многие инии исследования и, конечно, попытку составить тезауру с прусского языка, дело, увы, не доведенное до конца его автора, как известно. Описанное мной сейчас в общих чертах является панорамой того, что 20 век дал протеонистике. Панорамой, которую я бы определил как более чем удовлетворительную, надо отдать должное усилие поколение протеонистов, работавших в эту эпоху, многие из них работают и по сей день. Я полагаю, что в настоящее время можно выделить три основных направления протеонистических исследований. Первое. Исследование интерлингвистических контактов, особенно прусский и среднонемецкий. Второе. Расширение и углубление исследования печатных текстов и рукописей. Третье. Расширение исследований ономастического и лексического наследия. После этого перечисления я бы добавил несколько комментариев. Первый пункт относится, по большей части, к продолжению недавних исследований, которыми занимался в основном Вочек Смучинский, результат их обобщен в книге «Унтерзухум венцум альтпроисчен ленгут». Точные и удачные этимологические заметки об Эльбинском словаре оставил также покойный Анатолий Непокупный в ряде своих статей. К этому же направлению можно отнести продолжающиеся исследования Бонифациса Стунджи о композитах в Эльбинском словаре, которые уже привели к интересным результатам. Кроме того, я лично считаю, что интересным источником для диахронных и синхронных изведений о прусском может стать сравнительное изучение единственного текста общего для всех балтийских языков а имени Клайнер-катекизмус Мартина Лютера. Среди контактов с другими индиверопейскими языками важно отметить еще ряд статей Вячеслава Иванова по теме Балтико-Анатолика, особенно пруссико-Анатолика, и сегодня был еще один пример. На втором пункте следует остановиться более подробно. Я обозначил его как расширение и углубление языковых извидительств, желая таким образом указать на имеющуюся возможность найти наиздание или лишь частично известное извидительство прусского языка, Точно направленное и систематическое исследование в этом направлении еще должно быть проведено. Я уверен, что оно позволило бы выявить по крайней мере некоторые еще не изданные прусские микротексты и глоссы, учитывая, что такие случаи всегда подостерегают исследователи. Из достаточно недавних примеров упоминаю лишь прусские слова написанные греческим алфавитом в сочинении 17 века Фридераха Замеллюса или Леми Боруссице, содержащиеся в Тезаурус Полиглотус Иеронимуса Мегиссера. Излишне будет напоминать присутствующим, что список прусских памятников являются открытым, предполагающим дополнением, которые, как хочется надеяться, будут внесены в результате последующих исследований. Так, находка, благодаря Алексею Андронову, еще одного экземпляра Второго прусского катекизиса в Санкт-Петербурге, визмаз ободрешающий сигнал того, что имена в русских библиотеках должны концентрироваться в будущем поиске, с большой вероятностью успеха, еще и потому, что в последние полвека именях в них по разным причинам балтистические разыскания были сильно ограничены. Здесь я хотел бы напомнить, что сам прусский корпус перенес значительные изменения в течение времени от Несельмана до через Энзельвиса, Мажулиса, через Бернекера и Траутмана с инкорпорацией новых материалов. Я считаю, что уже настало время интегрировать в этот корпус более позднее свидетельство прусского языка, то есть позлеузловной, пусть и общепринятой даты антикуем 1561 года. Я предлагаю называть это свидетельство поздним древнепрусским, по-немецки это было бы «шпетт альтпроисис», чтобы отличать его от так называемого новопрусского, представляющего собой попытку реконструкции или рекреации древнепрусского языка. К поздним свидетельствам древнепрусского можно приписать все то, что датируется позже 1561 года. Теонимы и различные глоссы, но особенно разные версии отче нас, прутеницы, борусицы, прусицы из собраний орационе с Доминикой 16 и 17 века. Их полное собрание еще не было опубликовано, я надеюсь заняться этим в ближайшее время. Новые углубленные исследования могут казаться и уже известных и включенных в прусский корпус памятников. Это случай базельского фрагмента, внимание к которому было привлечено работами Йоза Шакена и Алфреда Бамесбергера. Но я бы хотел особенно отметить студента Пизанского университета Диего Ардуино, который написал дипломную работу о базельском фрагменте. Он доказывает, что этот памятник не самый древний памятник прусского, он моложе Эльбинского зловаря и выдвигает интересные гипотезы о его происхождении. В качестве третьего пункта я указал расширение лексического наследия древнепрусского. Находка новых глосс ипсофакто еще не означает обогащение прусской лексики, поскольку речь может идти о разных вариантах того же текста. Здесь я скорее имею в виду возможность получить новые данные благодаря аномастическим исследованиям. Это стало возможным благодаря аномастическому корпусу, подготовленному Горулисом и Траутманом, однако теперь благодаря изучению орден с фолиантен, хранящихся в секретном архиве Берлин-Далем, штат мы осознаем, насколько важно вернуть к жизни хотя бы одну лексему такого мертвого языка, как древнепрусский. Итак, я приближаюсь к заключению, но тем не менее попробую еще бросить взгляд на ближайшее будущее прутеинистического сектора. Представляется очевидным продолжение выше проиллюстрированных прутеинистических исследований, но наряду с ними можно наметить еще ряд важных направлений. По большей части они связаны с издательскими возможностями различных балтистических центров мира. Так, продолжение издания балтистических журналов зависит не только от усилий редакторов и участников, но и от возможности получить доступ к различным фондам для покрытия расходов по публикации. Это касается, разумеется, и монографии. Поэтому мы действительно можем радоваться выходу в осле «A short grammar of old prussian» не конченной работы покойного Терри Матьясена это несомнение незаурядное событие. Наоборот, издание новой книги Уильяма Шмольстега, сборник протеонистических трудов с 1975 года до наших дней, продолжающий его стадис in old prussian, приостановлено имена из-за трудностей финансирования. Остается надеяться, что решение найдется и книга будет опубликована. В этом контексте должно быть отведено место размышлениям о наследии Владимира Топорова, которое включает в себя подготовительные материалы к незавершенным томам монументального прусского языка. В этом случае речь идет не столько или еще не только о проблеме, связанной с публикацией, поскольку первая публикация карточек может состояться в интернете или частично в периодических изданиях. Вопрос, который ставится несколько иной. Что предполагается делать с этим ценнейшим материалом, когда и если он будет опубликован факсимильно? Мне кажется, что существуют два возможных ответа. Или ограничиться воспроизведением, создав специальный интернет-сайт, или воспользоваться случаем, чтобы продолжить работу титаническую и увлекательную над тезаурсом прусского языка, как это и было в начальных планах его автора. Само собой, разумеется, что второе более амбициозное решение предполагает и первое, то есть приведение в порядок сканирования и распространения в интернете существующих карточек. Что же это уже частично происходит благодаря русско-литовскому научному сотрудничеству, таким образом остается только один вопрос, требующий ответа. Продолжить или нет работу над тезаурсом прусского языка по плану Топорова. Это задача первостепенной важности, которая должна объединить всех балтистов, которым дорога протеанистика. В данных обстоятельствах я ограничусь тем, что я ее очерчиваю и желаю скорейшего ее разрешения. Все, спасибо. Есть пожелание высказаться или вопросы задавать? Прошу в краткой поводной очереди. Нет пожеланий может быть потом уже в колуарах мы можем обратиться к профессору Дмитрию за дальнейшие разъяснения. Прошу Марию и Цитату Забианову для слова тема научное расследие Владимира Николаевича Топорова материалы к Ставару к русскому языку. Пожалуйста. У меня будет скорее сообщение информативного характера, которое будет иллюстрацией к только что прочитанному докладу. Пьетро Дини, потому что я, собственно, покажу, что из себя представляет картотека словаря прусского языка Владимира Николаевича. Я думаю, надеюсь, что эта тема станет одной из важных тем, которые будут заниматься наш центр в рамках вообще обработки архива Владимира Николаевича, который очень большой и представляет собой массу еще неопубликованных работ. В общем, работа предстоит большая. Что касается картотеки словаря прусского языка, она представляет собой 9 больших ящиков со словником на карточках примерно в количестве около 12 тысяч. Вот мы так и не выяснили, сколько это точно. Примерно такое количество. Сейчас эта картотека находится в Литве в Институте литовского языка, поскольку наследница Владимира Николаевича, которому принадлежит весь его архив, любезно позволили временно Институту литовского языка пользоваться этой картотекой, чтобы ее оцифровать и ввести в компьютер, ввести в научный оборот таким образом. Что будет делаться дальше? Вот как уже Пьетро Дини сказал, будет решать международная комиссия, состоящая из ученых, профессионалов в области прусского языка, которая оценит состояние этих карточек и дальнейшие возможности. Собственно, карточки представляют собой рукописный словник. Иногда это просто может быть одна строчка. Сейчас я покажу их отсканированный. Эта работа уже проведена в Институте литовского языка. все карточки отсканированы и помещены в интернете с паролем. То есть доступ к ним не для всех существует. У меня есть вот некоторые примеры. Вот так выглядят эти карточки. Сейчас. Петя, я теперь не найду свою папку куда вы дели. Мне не нравится что я не могу свою папку открыть. Мне не нравится такой вид как у меня обоих. Чтобы была папка чтобы были сразу эти значки. Потому что я их не вижу все. все будет. Думаю, все на рабочем столе было. Сейчас время приходится. все одноразово стирается. Вот. Спасибо. Вот. Так будет виднее. Какие карточки есть. Есть одна строчка буквально просто указание на какой-то источник который тоже требует расшифровки. Потому что у Владимира Николаевича была своя система сокращений. это тоже отдельная работа. эти сокращения расшифровывать. Например. Спасибо. Сейчас мы вам расшифруем. Да. Это вообще. Ну это тоже понятно. Ну это несложно. А вот есть например вот такие примеры. Вот. уже сложнее. И иногда может быть на одно слово до 50 карточек. Причем исписанных с двух сторон. Ну вот например тоже. сейчас я покажу как это выглядит уже в текстовом варианте. Вот. Например одно из слов которому посвящено большое количество карточек. Вот. Перкунис. Отдельная строчка когда начинается с заглавного слова курсивом это отдельная карточка. Все они в одном файле. Вот получилось пять страниц такого текста. Видно плохо. А для какого количества карточек такого рода уже обработка произвела? Ну вот я могу ответить только что делала я сама. Я обработала около тысячи карточек. Сейчас этим занимаются в институте литовского языка. И сколько там уже сделано я не могу сказать. Просто это наверное еще не подсчитывалось. этим занимаются несколько сотрудников. Поэтому трудно сказать определенно. Вот это из того что обрабатывала я. могу показать. Тут еще не весь текст виден. Я сделала крупнее, поэтому он не умещается. Все строчки не умещаются на экране. здесь видно, что Владимир Николаевич просто переписывал цитаты из каких-то источников. Иногда он их указывал не цитируя. Но даже по этим записям можно сделать вывод о ходе его мысли. То есть как он представлял себе будущую словарную статью. И таким образом можно если заниматься этим как говорил Пьетро Дини реконструировать эту словарную статью то уже есть какой-то план составлен. Так что это может быть очень интересной работой. Тут все равно сложно прочитать. Поэтому я не знаю стоит ли показывать так подробно. Трудно прочитать все-таки с экрана. Только можно представить себе как это выглядит. А прочитать текст я думаю что сложно. И трудно определить где начинается цитата и где идет его текст. Потому что иногда в одном предложении может быть несколько языков. То есть начинаются цитаты потом может быть его комментарии это тоже иногда может быть он просто переводил. У меня были такие впечатления что просто он для своего же удобства просто переводил какие-то цитаты. потом вот там сравни древляне поляне это уже его комментарии ну вот сейчас я покажу пример когда ясно что его комментарии потому что в скобках написано вт сейчас вот это слово яйцо вот по-моему материал для целой статьи уже в одной строчке да ну вот сейчас первый этап работы проводится в институте литовского языка и все эти тексты будут вместе с карточками в интернете то есть доступ к ним будет сразу и к карточке в сканированном виде и вот к такому тексту ну уже это делается то есть это в общем можно сказать что сейчас сейчас происходит а дальше уже конечно предстоит решать специалистам что делать на следующем этапе как эти тексты разбирать расшифровывать дополнять или нет публиковать в таком варианте ну вот Петр уже об этом сказал так что я повторять не буду что эта задача очень большая и большая работа предстоит для большого количества ученых ну вот собственно кратко вообще-то инициатива была института литовского языка на эту работу взяться мне кажется героическое потому что действительно это обработать не так просто не так просто найти людей которые будут этим заниматься можно сказать на вообще обратиться к правительствам российской федерации ну вот что мы отмечаем замечательную работу и как пример содружества стран ну да вот как раз недавно наш директор подписал договор с институтом литовского языка относительно именно этого проекта карточек обработки будем ждать что нам дадут дадут нам орден я не знаю могу еще показать какие-нибудь если интересно желание карты карточки или тексты что лучше нет ясно ну вот тут еще и плохо видно к тому же возможно ничего прочитать для того чтобы показать какую-то адскую работу это замечательно что да работа действительно большая для всех как нужно работать ну вот здесь тоже видно что английский потом переходят на русский трудно понять в какой момент кончается цитата хотя ясно откуда вообще у Владимира Николаевича все очень четко и есть по-моему там отдельный ящик с библиографией то есть можно установить по этим карточкам какие-то какими источниками он пользовался это конечно очень облегчит работу но вот не знаю что еще можно сказать если у кого-то есть вопросы спасибо спасибо выражены всем которые нам дал представление о состоянии работы тех больших трудов которые предстоят и да меня было очень впечатляющим ваши примеры и мы надеемся что все идет к тому что можно осуществить второй вариант который пригласил профессор что спасибо спасибо большое и продолжим наши доглады следующим следующим татачком будет Алексей Викторович Ангелло судьба и личной библиотеки Казинера Куги в России. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, у меня немножко простужен, поэтому прошу прощения, что шмыгаю носом. Этот доклад оказался тоже в ключе, который определил уже профессор Дини. На самом деле и занятия библиотекой Казинера Куги тоже очень тесно связаны с раскрытием научного наследия наших великих классиков и изучением их материалов, которые по тем или иным причинам оказались или неизвестными, или недоступными, просто не обращено было на них внимания. Надо сказать, что Казимир Сбуга большую часть своей недолгой жизни прожил в России, так что чей это лингвист, российский или литовский, можно задуматься. И, естественно, больше всего в Петербурге, где он учился и начинал работать, где он набирался лингвистической мудрости и у наших академиков, и у Яуниуса. И потом уже став самостоятельным исследователем в Перми, в Пермском университете, где было организовано отделение Петроградского университета, и в Томске, куда Пермский университет был эвакуирован Колчаком. Про эти периоды его жизни в Перми и в Томске очень мало, в общем-то, известно, поэтому как раз в рамках этого нашего исследования, оно совместно, я потом об этом скажу, представляется возможным еще и уточнить научное занятие буги в Перми и в Томске. Открытие университета Пермского отделения Петроградского университета состоялось 1 октября 2016 года. И надо сказать, что в архиве Пермского края замечательный фонд первых лет деятельности университета. Сохранились протоколы заседаний, служебные записки, дела библиотеки, очень много интересного материала, который в малой только степени еще раскрыт исследователями. В Перми буга был профессором по кафедре сравнительного языковедения. В петербургском филиале архива РАН нашлись некоторые письма, которые, насколько мне известно, тоже пока не опубликованы, письма в буги Вольтеру из Перми, в которых он жалуется на жизнь. Вот видите, он тут пишет И при первой возможности буду возвращаться домой в Литву. Прошу прислать мне некоторые книги из славянского отдела библиотеки Академии наук. В 19-м году, в июне, войска Колчака, которые заняли Пермь, уже были оттеснены Красной армией. 1 июля она заняла Пермь, и перед этим университет, профессора университетские с некоторым имуществом были эвакуированы правительством Колчака в Томск. Причем было позволено взять имущество по 5 пудов на человека. У буги в семье была дочь и жена, поэтому он смог вывезти 15 пудов. Об этом существует документ в архиве Пермского края. По воспоминаниям супруги, в Перми осталось 2 сундука по 10 пудов книг. Или в другом месте она пишет, вспоминает, что это половина библиотеки. Конечно, интересна судьба этих редких книг. Что было в Томске? В Томске буга пробыл меньше года, преподавал в Томске, архив университета очень пострадал, и как раз про эти годы очень мало известно. Что даже преподавал не очень ясно буга, потому что там было... Первое, что приходит в голову, это сравнительно-историческое языкознание, санскрит, история языка. Но там был свой специалист, смешек такой. И во всех расписаниях, расписания и занятия сохранились, там имя смешека в графе вот таких сравнительно-исторических предметов. Но есть информация, что буга преподавал историю латинского языка, литовский язык, вероятно, что-то еще. Кроме того, в Томске он редактировал периодическое издание «Сибиро-Литувиу-Жиньос». Вышло 9 номеров, где указано, что он редактор. То есть он занимался такой еще некоторой общественной деятельностью, он помогал литовцам, жившим в России, возвращаться в Литву, и вообще, так сказать, координировал некоторую культурную деятельность литовской диаспоры, если про то время можно говорить о диаспоре. Интересный факт нашелся в Перми. Написано в сводке о профессорах, возвращающихся из Томска в Пермь уже в 2020 году, что буга в Пермь не вернется, что он вывезен в Москву на основании телеграммы Чичерина. Как известно, его... Чичерина. А потом пишется... Чичерин. Извините. Наверное, там было написано Чичерин. Но это вот... Да. Сейчас еще там будет интересный момент насчет прочтения сложных рукописных материалов. Бугу вывезли в Москву с семьей, и разрешено было, как вспоминает, опять же, Бугеня, нужно было собраться в течение нескольких часов и взять с собой только три пуда имущества. То есть, опять же, книжки ценнейшие, которые он все-таки из Перми привез с собой при помощи жены и дочери в Томск, он вынужден был оставить в Томске. Эти книги в Перми, которые были сначала про пермские книги. Пермские книги после отъезда Буги сначала где-то хранились, вероятно, в его квартире. Потом есть документы о том, что личные библиотеки профессоров вошли в библиотеки семинариев, в частности, в библиотеку лингвистического семинария. Позже они были переданы в фундаментальную библиотеку университета. Потом библиотека университета перешла в собственность педагогического института. Университет в 30-е годы сориентировался только на точные естественные науки, а гуманитарные науки были выделены в качестве отдельных педагогических и разных других институтов. Библиотека перешла в другую собственность. Потом, когда возродилось преподавание филологических дисциплин в университете, часть книг отдали обратно в библиотеку университета. Эти постоянные переезды библиотеки в перми мы были там специально в командировке вообще уже ужасное след оставили именно в судьбе этой библиотеки где какие книги остались где что куда было передано совершенно труднейшей задачи отследить кроме того в 78 году многие книги были переданы библиотеку иностранной литературы при в москву в гбл и вот это вот кстати напоминает нести сегодняшнюю ситуацию трагическая судьба библиотеки библиотек перми то что происходит с академической библиотекой латвии которые в связи с кризисом собираются присоединить объединить библиотека университета ведь объединение библиотек всегда это как ремонт это хуже чем два пожара до говорят это же ужасная трата в частности и финансирование на объединение всех этих фондов по моему придумать реформу библиотеки это самое последнее что можно в жизни придумать самое худшее вот первое так сказать и показывает нам как это все иллюстрирует до пагубность таких предприятий вот четыре книги из библиотеки буги которые нам удалось найти в перми это компендиум бругмана мей е введение среднеисторическое изгознание словарь не сельмана и одна из работ вольтера отдельный оттиск вот книги которые удалось найти в томске теперь они там выделены в отдельную коллекцию сейчас около 40 здесь сфотографировано по моему 27 это замечательные книги в основе часа бернеккера белленштейна бругмана буги и других которые куршает из агроматиса грамматика лескина траутман барановский прожезинский энзелин все что надо действительно то есть вот он не мог их с собой к сожалению увести в литву потому что он забрал только картотеку своего словаря и пару самых редких книг и он потом жалел что вот и даже по моему есть какое-то письмо у него что он думает как бы попытаться вернуть эти книги из томска или из перми все-таки для того чтобы продолжить ему работа над словарем он это там были издания пастиллы и катехизиса даукши из которых он выписывал примеры для своего словаря для своих акцентологических исследований а вот в москве книжку совершенно случайно нашел александр генчаникин в куча книг списанных из библиотеки иностранной литературы потому что она была таскать дублет нам это этим логический словарь клюге все значит где-то в 80-е годы александр генич случайно в библиотеке его нашел заметил что там много помет почерком похожим на почерк буги отнес ее владимиру николаевичу владимир николаевич передал в литву и теперь эта книга хранится в библиотеке вильнюсского университета в литве конечно основная часть библиотеки буги представлена после его кончины 916 книг были переданы его супругой библиотеке литовского университета которая потом была распределена между библиотекой вильнюсского университета и библиотекой кауновского технологического университета и сейчас они там и представлены эти книги к сожалению единого каталога нет и сейчас вот наша группа занимается тем что мы собираем этот единый общий каталог по двум странам какие какие книги там какие пометы в этих книгах представлены видите что очень много на полях памят есть вклеенные листочки есть целые цитаты вот например из энзелина где он пишет что оказывается что господин прожезинский столь мало знаком с балтийскими языками что считает возвратными иногда даже формы невозвратные и так далее или что значит на книгах существует владельческие надписи вот такого типа казимира сбуга на корешках вы видите инициалы к b то есть книги имеют просто внешние признаки которые позволяют атрибутировать их как принадлежащие библиотеке буги естественно внутри много помет интересных которые но вот не менее сложно расшифровать чем плат пометы владимир николаевич спарова на карточках я хотел бы обратить внимание на материалы хранящиеся в архиве пермского края там действительно очень много интересного вот например что это почерк буги как вы видите что он преподавал в осеннем полугодии 17 18 года введение в языковедении три часа какие пособия паржезинский от которой не знал оказывается возвратных глаголов до литовский язык на основании грамматики я унеса и других источников литовичку спаса кос паспорт казимира собуги я вот кстати него не выяснил еще тут написано что у него он же значит казимир казимирович буга с он же масянис буга с и буга замечательный материал сохранился в деле библиотеки библиотека пермского университета во все эти трудные годы руководил николай петрович обнорский брат старший брат сергей петрович обнорского из этих материалов вырисовывается чрезвычайно самоотверженный человек который очень многое сделали сохранить для сохранности библиотеки вот это например план местности происшествия через окно которое тут введено кружочком проник злоумышленник и украл некоторые книжки благодаря этому злоумышленнику теперь мы имеем план библиотеки и знаем где хранились какие книги да вот тут цифрами обозначено а вот это вообще курьезная курьезная ситуация смотрели мы с коллегой списки профессоров и данные об их площадях занимаемых нету буги почему то все есть буги нету но есть какой-то профессор гарри вот этот вот буга и платонов буга написано так что машинистка прочитала его как гарри и написано профессор гарри и платонов так что вот это вот вот это вот г это вот у нас а и дальше ри до гарри ну такой курьез так что чечерин это не самое страшное какие выводы хотел бы я вынести так сказать из этого доклада мы занимаемся все языками но мы занимаемся еще и историей лингвистики и вот эти материалы опять же профессор день очень прозорливо отметил что в библиотеках россии еще может быть много находок вот эти материалы объединяет нас не меньше чем исследование самих языков и это исследование материалов невозможно в рамках одной страны как видите библиотека буги распределена по крайней мере по двум странам она невозможна по переписке мы не можем профессор зенкевичус писал в томский ска и просил директора библиотеки сказать мы не сохранились ли материалы буги в библиотеке мы отписали нет таких материалов владимир николаевич писал в петербург и просил узнать нет ли второго катехизиса в публичной библиотеке мы сказали нет такого катехиза наверное он был отдан польше там и так далее это описываю в своей статье без знания языка это тоже невозможно получается профессор гарри вместо профессор буга и тем не менее мы должны этим активно заниматься потом потому что эти материалы будучи без присмотра они могут исчезнуть они могут не сохраниться спи быть списанными утрачены каким-то другим образом заканчивая сказать что этот доклад идет под моим именем на на самом деле в нашей группе исследовательской пять человек это екатерина сизова замечательный историк книги из томского университета это коллеги из вильнюсского из института литовской литературы литовского языка и из вильнюсского университета вилма зубайте не берут и трешка эти имен догасник у нас и происходит это исследование при поддержке министерства образования и науки литовской республики спасибо большое есть не связано с вашей темой, касающейся лингвистов-балтийского происхождения в Сибири. Я прошу погоды из присутствующих самого заняться, самого самого заняться или найти погоду, в котором заняться преподавательской научной деятельности в Греи, в ученого, который работал в Сибири с начала 20-го века до его принят в результате. Книгу в одной из своих работ по каркасскому доктору совершал Ростов Белеви, был по существу первым, кто обратил внимание на невозможные связи дегуарского результата с каркасскими. То есть там довольно интересно обладал таким интуитивным пониманием тех языков, которые в то время в ходе изучаются. Я сам знал вопросы звуча, у меня показались, и я покупал, конечно, многое дело в платное, некоторые издания, более позднее время, когда он купался в платное. Ну, он был такой типичный универсальный лингвист, который занимался почти всеми возможными неизвестными, неизвестными, неизвестными. Иногда попадал правильно, иногда неправильно, но по изучаю на один из интересных людей, который стал особняком администрального направления науки, поэтому на него, я думаю, в Латвии потом обратили много внимания, так что было бы хорошо найти кого-то, чтобы хотя бы составил полный в Латвии. Спасибо, что все очень мы попытаемся действительно за этим вопросом проследить. Спасибо, что вы напомнили мне про Сибирь. Я, на самом деле, хотел тоже подарить сектору, отделе, Центру Балтославянских Исследований редкую книжку на редкой языке из сибири это библиотека ачинского латгальского общества разговорник латгальско-латышско-русский который мы создали при помощи так сказать сотрудничестве с замечательным исследователем латгальцев сибири профессором лидии лейкумой и этот язык тоже довольно редкий может быть не такой как уральский но все-таки спасибо спасибо перейдем я прошу вас за словом развитие подвижной акценты парадиквы в современном литовском языке прошу прощения я хочу поздравить поздравить с большим событием и хочу передать самые сердечные поздравления от кафедры балтистики и лично от профессоров которых вы знаете от профессора гердианиса профессора росинаса профессора зенкевича также профессора павлауски не с кафедрой литовского языка и этим событием очень бы радовался профессор мажюли спиритус мовенс послевоенной диахронной балтистики плюс протеанистики пруссистики а также балт балтославянских исследований в литве я поскольку он совсем недавно ушел в другой мир я прошу почтить его память короткой минутой молчания спасибо теперь я хочу обратить ваше внимание на довольно узкую проблему связанную с изменениями в акцентуации литовского языка поскольку у меня отложено только пять минут так я выбрал развитие процессы которые происходят в так называемой подвижной или мобильной парадигме но вам известно известно что такая такой балтославянский феномен что подвижная парадигма она перемещает ударение с конечного на первый слог слова в отличие от древнеиндийской или древнегреческой парадигмы подвижной характерны только для для константных слов перемещения с начального на на пенультиву на предпоследний слог и это парадигма может быть может быть может быть проиллюстрируют пролистину примерами например константные основы как пьему а пьемени и и и и например греческий поймен поймена различия или русский или старославянский дукти дуктери литовский дукте дуктери российские дочери дочеря и и сравнение с древнеиндийским ригведовским духета духетара и так далее и этот феномен был он распространен и на вокальные основы и тоже можно представить много примеров как вакарас вакарей русский вечер вечера и так далее и это очень важная черта балтославянских балтославянской акцент акцентационной системы и акцентологических исследований очень интересный феномен для акцентологических исследований в литовском языке это парадигма она потерпела и также и теперь происходят процессы она изменяется и получается получается как бы алло парадигмы и такого типа когда ударение перемещается с конечного на на пенультиму на предпоследних слог то есть как будто бы возвращение к той к той модели которая известна для древних языков но конечно только для консонантных основ а здесь основы лохолические и видно как этой процессы происходят уже начиная со словаря например куршайца и потом словари выпущенные уже предвоенные и после войны и и даже в современных словарях например словарь современного литовского языка добротенец литву колбожо динас 1 в первом издании и еще это парадигма характерные для балта славянского как ношердус ношерду еще она дана а потом уже появляется ношердус ношерду это тип и он теперь уже вообще остался только такой ношерду можно найти только в диалектах некоторых или другие случаи особенно в особенности в прилагательных с основе нау эту проблему как неумобильность один из первых назвал этот тип как ношердус ношерду американский балтийский словист стивен янг и потом еще явление которые самые новые самые последние и которые были фиксированы в словаря современного литовского языка литературного языка только 93 93 году но еще был один словарь немножко раньше то есть мобильность который как когда перемещается ударение с конечного не на предпоследний но на 3 от конца слог но на антипенультимум и это характерно для сложных слов и также для некоторых префиксальных слов или слов которые образованы при помощи конфикса префиксии окончания и например агмента щис агмента щи это традиционная акцентуация переходит в акмента щи акмента щи акмента щи значит удаление получает не первой слог слова а третий от конца слог который ходит прямо перед 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 стыком стыком маршем или на на стык маршем если стык есть соединительная гласные например лошка не ши и слоишка не ши лошка не ши традиционный модель что рационная модель и лошка не шисла ишка не ши лошка не ши это новая модель которая появилась но несколько 10 лет назад значит ударение перемещается с конечного слога на сайт соединительная гласная или на слог который ходит прямо перед перед стыком или на 0 если стык на левой нету вокального элемента и и самые еще самые новые новые явления когда эта мобильность уже она она уходит в убыль и появляется парадигма фиксирована или постоянного ударения и например акмента 6 акмянтащи переходит в акмянтащи и постоянное ударение во все во всей парадигме значит вообще это мобильное ударение она понемножку может быть и будет в этом типе и уйти как сказать уйти в клуб или как и может быть русский очень хорошо сказал так вот коротко такие явления такие значит которые происходят с этой парадигмой которая конечно самая комплексированная и самое сложное это мобильная парадигма такие сдвиги которые связаны с процессом морфологизации и ударения и в конечном счете с процессами упрощения системой акцентуации в некоторых сегментах отказываясь от мобильной парадигмы вообще также и в префиксальных словах тот же процесс также он очевиден а причины и начало как это началось это уже требовало бы больше времени и может быть будет еще конференции когда может можно будет и об этом поговорить спасибо спасибо с корнем связь это вообще есть со стыком морфе в этих случаях корень или основа она двухсложная всегда и и когда ударение падала на 1 слог основы он переходит на второй слог и сам ближе к стыке морфем или на морфему стыка вес такая связь что касается сложных слов с точки зрения здесь с семантикой вообще связи нет в этой древней системе была связь с семантикой мобильность связана со значением деятеля или псевдо деятеля например лаишканишиш тот кто несет письма и например бульвакасис тот кто копает картоши а бульвакасис время когда а бульвакасис или бульвакасис время когда копаются картошки так там было различие между значит значением деятеля из и и значение времени или значением инструмента а теперь это различие уже уходит значит в углу пожалуйста у меня похожий вопрос в продолжение сложные слова и у нами здесь как будто счастье на веруя в них присутствует фабитативное ударение поскольку это сложные слова но по всяком случае по мурицу да если это фабитативное ударение существует как это относится к самому что это побочное ударение и и ударение падает на тот слог в котором есть побочное ударение в некоторых случаях можно такую такую связь заметить да да можно потому что побочные ударения они характерны для них особенно для некоторых диалектов для жимайских северно-литовских так там есть такая система которая по принципу хорея немножко организирована так в некоторых случаях может и даже причина может быть причины связаны также с побочным ударением если еще вопросы или высказывания спасибо у нас остался один доклад прошу владимира александровича тема а типологическом подходе изучению партийских языков это делаем-то александровича а主е а что а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я хотел бы привлечь внимание к одному, которое, я надеюсь, тоже будет иметь место, и это к типологическому изучению языков, в данном случае балтийских языков. Почему, мне кажется, это важно? Балтийские языки – это, конечно, особый объект, это такое любимое произведение создателя, бог деталей. Кстати, бог Егайлов и Едвиг, как говорил поэт, который не покидал поста за тезкой алибастра, он, конечно, много сил вложил в балтийские языки, это понятно. И лингвисты это оценили давно, но оценили в основном все-таки в XIX веке индоевропейсты, прежде всего, что совершенно понятно, прежде всего за тот ключ к древнему состоянию индоевропейскому и предшествующему, который балтийские языки действительно дают, вот как янтарь в себе заключает окаменелости, так вот и балтийские языки для нас много сохранили. И, конечно, в рамках лингвистики XIX века вся суть, которая и состояла вот в этом взгляде в прошлое, конечно, обойти балтийские языки, прежде всего, литовский, ну и прусский, и вот это отразилось в таком даже, ну, в некотором культе вот балтийских древностей, который там хорошо известен и проникал и в культуру. Ну вот Шлейхер был один из открывателей, как раз был увековечен Проспером Мерине в новелле Локес, как вот профессора, собиравший. Мейе все помнят цитату, она много раз воспроизводится, даже, кажется, на туристических буклетах, тот, кто хочет представить себе речи индоевропейцев, должен поехать в литовскую деревню. Ну вот это все наследие науки XIX века. В XX веке немножко изменились приоритеты, значит, Сосюр нам объяснил, что главное это синхронное изучение языков, и типологи, вышедшие как раз на авансцену мировой лингвистики именно в XX веке, хотя они много занимались историческим языкознанием, как Грейнберг, например, все-таки вот немножко эти приоритеты сдвинули, и лингвисты стали думать о таких вещах, как универсальные закономерности устройства языка, лингвистическое разнообразие человечества, особенности вот лингвистической карты мира, ну, тоже все проблематика известная. И вот как-то возникло ощущение, что на фоне вот этой новой проблематики балтийские немножко потерялись, они так немножко ушли в тень, уже не такое любимое дитя ученых, как раньше, что, ну, на мой взгляд, это большая несправедливость. Действительно, типологи, охотно писавшие о языках Австралии, о языках Африки, о японском языке, как-то вот забыли про балтийские языки. Ну, может быть, плохо знали их, может быть, как-то интересы лежали вне. Трудно сказать, в чем причины, но вот у многих выдающихся типологов 20 века почти не упоминаются, даже вовсе не упоминаются балтийские языки. Вот хотелось бы, чтобы и в рамках типологических занятий балтийский центр тоже нашел бы свою нишу. Я думаю, что это может быть сделано. В принципе, вот сейчас, мне кажется, эти приоритеты медленно меняются, и особенно в Европе вот такой типологический интерес, новый интерес к балтийским языкам возрождается. И вот, ну, несколько примеров, безусловно, известных слушателям. Вклад балтийской проблематики в проблематику ареальной лингвистики. Вот с этой стороны как-то типологи интересовали. Значит, вот проблема балтийского ареала существует. Она много обсуждалась. Вот хорошо известен двухтомник Second Baltic Languages. Недавно вышедший, это такой известный проект под руководством Эстона Даля и Марии Копчевской. Вот в Москве учившейся, которую мы хорошо знаем. Значит, вообще говоря, вопрос о том, существует ли балтийский ареал вот в точном смысле, вопрос остаётся открытым. Может быть, и не существует. Есть много частных сближений. Проблема такая простая. Но, безусловно, ареальные исследования, которые являются частью типологических исследований, они способствовали возрождению интереса к балтийским языкам, причём к единству не только индоевропейских балтийских языков, но и северных соседей, и германских, и славянских языков. Здесь, конечно, есть очень продуктивное поле для дальнейших исследований. Ну, далее о том, что мне, может быть, лично более близко, это глагольные категории. Есть такая область типологии, грамматической типологии, как типология глагольных категорий. И здесь интересны любые экзотические категории. Вот каждая новая система специалистам дорога. Вот находим какие-то неизвестные значения или способы выражения, их какие-то новые конфигурации. Вот в поисках этих значений типологи готовы очень далеко заглядывать. Между тем, вот балтийские глагольные системы часто ничем не хуже и могут очень много дать специалистам, и освоены эти достижения мало. Ну, с одной стороны, вот здесь два примера, но с одной стороны категория вида такая известная, хорошо в словистике, освоенная, но мало освоенная типологически. Долгое время вообще считалось, что вид это славянский, особенность, что, конечно, совершенно неверно. И сейчас типологи это ясно понимают, и видовые аспектуальные категории открывают в огромном количестве языков. Ну, то есть, трудно найти такую глагольную систему, где в той или иной степени аспект бы не выражался. И вот здесь как раз то, что делается в балтийских языках, очень интересно. Поскольку, с одной стороны, это пример так называемого словообразового, деривационного вида, из которого выросли славянские системы, но более архаичного. С другой стороны, это пример развития особых значений. Ну, вот как раз Петр Аркадьев недавно довольно многое писал об этом. И именно с точки зрения типолога, и, на мой взгляд, это проливает новый свет. С одной стороны, на специфику балтийских систем, балтисты так, в общем, на это не смотрели, как типологи. А с другой стороны, здесь огромная польза и для типологии, потому что, когда этот материал вливается в общие типологические данные, то и общая картина другая. Так что польза здесь явно обоюдна, и в этом сближении, мне кажется, обе стороны заинтересованы. Ну, и второй пример, тоже очень понятный и широко обсуждавшийся, это категория виденциальности. Категория виденциальности сравнительно недавно открыта типологами. Ну, так можно считать, что Якобсон произнес это слово, и после работы Якобсона эвиденциальность, так сказать, была признана. Она была известна раньше, но вот названа именно Якобсоном как универсальная глагольная категория. И вот после этого, начиная с 70-го года, у 20-го века, довольно быстрый прогресс исследований по эвиденциальности, то есть источник информации о сообщаемой ситуации. И оказалось, что довольно много языков мира на самом деле имеют в грамматических системах эту категорию. Чем больше этим занимались, тем больше языков оказывалось вовлечено в эту область. Сейчас уже описано много десятков таких языков. Изучение виденциальности стало такой самостоятельной областью грамматической типологии. Проводятся конференции, выходят сборники. Ну и в этом кругу, опять-таки, балтийские языки, как раз все балтийские языки, включая эстонские в частности, занимают почетное место. И тот тип эвиденциальных систем, который представлен в балтийских языках, он, например, не менее интересен, чем, например, балканские системы, если о языках Европы говорить. Не менее интересен, чем экзотические виденциальные системы и языков Тибета, и языков Калифорнии, и многих других языков, но на материале которых виденциальность традиционно изучалась. Но, опять-таки, здесь вот наблюдалось некоторое отставание. Значит, очень хорошо умели рассуждать специалисты о языках Тибета и Калифорнии, а лежавшие под боком балтийские языки как-то вот ждали своего освоения. Конечно, ну вот мы знаем работы Бьерна Вимера, который очень много сделал. Вот как раз это пример такого удачного типола, который сочетает знания славянского и балтийского материала. Но я думаю, что здесь еще тоже можно сказать многое об этих языках. Ну и это, конечно, далеко не все. Здесь, скорее, не точку стоит поставить, а многоточие. Но вот даже эти примеры, я тут, так сказать, ничего неизвестного не сказал. Это, в общем, лежит на поверхности. Этипологам этот факт хорошо известен. Значит, а есть много, может быть, и неоткрытого еще. И вот мне кажется, что это движение было бы очень плодотворным. Вот с одной стороны, посмотреть на балтийские языки взглядом специалистов в других языковых системах, нет ли здесь чего-то похожего, причем похожее, может быть, на языки очень отдаленных точек земного шара. И, с другой стороны, конечно, не красят типологов то, что они проходят мимо фактов балтийских языков, которые вовсе не в джунглях экзотических стран находятся, а, можно сказать, под рукой. И здесь вот как раз, я думаю, что центр найдет чем заняться. Ну, вот, собственно, это и все, что я хотел рассказать. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. У меня вопрос для главы. Я хочу напомнить, что наш сектор, то есть теперь отдел назывался сектором сухой местороприи. И поэтому балтийские, либо почему такое, неудебно. Я сейчас скажу, почему. Поэтому изучение языков, прежде всего, было типологическим. И у нас, Светлана, у тебя, по-моему, вот эта работа, балтославянский языковой союз. То есть это было... Это Владимир Николаевич? Да, но это был коллективный доклад, то есть... Это текст. И балтийские языки, и, конечно, балканские языки. И, по-моему, балканский ареал рассматривался у нас, в Орёвахах, из истории Донус, Ностра и Лослава. Рассматривалось вот это вот интересное типологическое изменение в близкородственных языках. Эта проблема, конечно, нас занимала. Так что я рада, что мы в Центре начнём типологию не с чистого листа, а продолжать, будем продолжать то, что начато было опять Вячеславом Силовичем и Владимиром Николаевичем. Потому что их сопоставления такие... Трудно сказать, когда идут вот эти такие сопоставления предельно дальних или, наоборот, предельно ближних. Что это основано на куберативистике или на технологии? Это нечто над и обнимающим, вот, во славу, сектора, ныне отдела. Конечно, я... Два слова только. Вот так, ладно. Нет, конечно, исключаемые именно здесь и возник Центр, но как раз в этой-то аудитории, может быть, меньше всего нужно убеждать в том, что я сказал. Эта речь, скорее, она вовне обращена вот к типологам других. Которых здесь нету. Да, 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 да. Именно, именно всё правильно, да. Я хотел бы ещё сказать, что всё, о чём вы говорили, и о чём я охотно подписываю. Для облицов, сейчас ещё особый интерес, поскольку мы пытаемся плохо или хорошо ли найти способы разных контактов с другими науками, вот это интересная идея возглавляет в Шотландии комбинация английского с генетикой, которая позволяет, возможно, поставить вопрос о генетических основах для развлечения тоннам и не тоннам языков. Если это так, то есть, если действительно можно сказать, значит, основу для этого даёт вышедший сейчас атлас языковых структур. Волс, да. Раздел о тоннах несколько неожиданно даёт такой результат, который, конечно, больше относится к реальной типологии, чем к генетике, а именно существуют целые области земного шара с тоннами и без тоннами. В этом смысле очень интересная проблема, конечно, около Балтийской, если приплюсовывать к Балтийскому морю также более западное продолжение вплоть до британских островов. То есть, вот вопрос разного рода фанасы в связи с интонацией или тоннами типа латышской перерывности, оказывается, вот для этой части Европы это очень интересно. Вы помните, что когда Екапсон установил, выдвинул идею Евразийского Литового Союза, он исходил из правильной мысли о том, что почти все языки от Литвы до Японии не имеют тонн. Но мы сейчас делаем исключение для Енисейских видов, но они, видимо, были оттеснены до этого области. А если это так, то тогда очень интересно изучить тоновые области, соответственно, от литовского и дальше на на запад и от японского и дальше на юг. И в этом смысле, я думаю, типология оказывается безумно интересной и вместе с тем как бы шаг в историю. То есть в этом случае между историей и типологией прямая взаимодействие. Но это просто один из примеров. Я думаю, что большинство того, что сейчас говорилось, на самом деле снимает противоположение. Даже вот то, что Вы сказали правильно от логоля, ведь по существу проблема отсутствия противопоставления единственного множественного числа в третьей версии и наличие вот этих форм NAND в значении evidential явно связанные вещи, они одновременно безумно интересны типологически и что-то говорят о части развития глагольной системы. Так что я думаю, что по мере того, как мы будем входить в эту проблематику, мы что-то уясним из диохрании, что до сих пор мы много понимали. Я думаю, что Вы не случайно упомянули Шлейхера. Я сейчас с удовольствием увидел это литовское переизнание. Случайным образом я имел возможность много раз читать эту книжку Шлейхера. Там очень много интересного типологического. Он, конечно, был вообще ненавидим. Вообще первое поколение индоевропеистов все-таки еще не было младограмматиками удачным образом. Да, да, все-таки, да. Я думаю, это можно считать заключительным словом нашего заседания. Мы уложились в программы. У нас сейчас намечается в 17 часов часов чая. Спасибо за внимание. У вас возникла идея у Татьяны Владимировны все доклады, которые здесь были прочитаны, поместить на странице нашего центра. Так что, пожалуйста, присылайте это в интернете. И здесь еще рука Александра Адейева принесла газета очень интересная. Если кто-то хочет, можно взять. И кроме того, нас показывали. Да, нас показывали. Можно я добавлю? На страницу скажем адрес. Я хочу добавить насчет этой газеты, поскольку я в ней тоже сотрудничаю. Это первая аномастическая газета в России. И не только в России, а вообще в бывшем Советском Союзе. У нас не было аномастической газеты. И газеты это научно-популярные, но в ней содержится довольно много информации, которая интересна даже для аномантов, а аноматологов, не только для людей из других специальностей. Там указан адрес в интернете. Можно бесплатно скачать любые номера. Их около 40 уже вышло. Несколько лет газета выходит. И есть подписка на эту газету. Так вот, надо заполнить. Спасибо. Мы всех приглашаем пить чай.